Сделка заключена. Стороны ударили по рукам. Ключи от квартиры у вас в руках. И, казалось бы, хлопоты позади. Но это еще не все. После заключения сделки купли-продажи новым собственникам предстоит еще немало забот. Что делать после покупки квартиры, расскажу сегодня. Это программа «Домофон» и я Гульнара Жендагулова. Квартира, купленная на вторичном рынке, имеет ряд преимуществ. Дом готов к проживанию. Обжитый район с развитой инфраструктурой. Но такая квартира таит в себе и немало рисков, побывав в собственности у других. Поэтому нужно быть внимательным на каждом этапе покупки. Чтобы стать полноправным собственником жилья, нужно не только передать деньги за жилье, заключить договор сделки купли-продажи, но и подать пакет документов для регистрации права собственности на квартиру. И все это можно сделать через Центр обслуживания населения. Как зарегистрировать право собственности, мы сейчас и узнаем. И неважно, каким способом приобретена недвижимость – в ипотеку или за наличной. После заключения договора нужно обязательно оформить право собственности на жилье. Ведь даже если сделка о покупке зарегистрирована, то право собственности еще не наступило. И эта процедура неизбежна, так как закреплена на государственном уровне. Как самостоятельно переоформить квартиру? В законодательстве предусмотрено два способа зарегистрировать право на недвижимое имущество на свое имя. Первый способ – это нотариальный. Когда две стороны – покупатель и продавец – идут к нотариусу. К нотариусу нотариус полностью проверяет базу, все предоставленные документы, составляет договор, отправляет онлайн на регистрацию и, соответственно, берет за это услугу оплату. Другими словами, нотариус изучает правоустанавливающие документы, на их соответствие, а также документы, удостоверяющие личность. В данном случае нет. Обращение только два способа законодательства предусмотрено. Один через нотариус. Если через обращение через нотариус, это онлайн. Регистрация происходит онлайн. Нотариус сам направляет нам заявление на управительство граждан, регистрирует онлайн и отправляем уведомление о регистрации нотариусу. На электронную нотариус, соответственно, также перенаправляет на электронную почту покупателя. Но все это можно сделать и самостоятельно, не обращаясь к нотариусу, а прийти в Центр обслуживания населения. Обойдется такое обращение в разы дешевле. Но все-таки более правильным решением будет нотариальное оформление сделки с недвижимостью. Да и передачу денег при наличном способе расчета лучше также провести в кабинете у нотариуса. Второй способ – это удостоверение подлинной подписи через Центр обслуживания населения. В этом случае стороны, это покупатель и продавец, распечатав сами, подготовив договор, приходят в Центр обслуживания населения, обратившись к оператору, удостоверяют подлинность подписи, оператор проверяет документы и принимает госуслугу на государственную регистрацию заявления. Эта услуга оказывается совершенно бесплатна. Единственное, тут оплачивают стороны только за сбор за государственную регистрацию. Как же происходит весь этот процесс в Центре обслуживания населения, нам буквально на пальцах и объяснила представитель правительства для граждан. Как эта процедура происходит на деле, давайте посмотрим. Хорошо. Вот в Центре, мы находимся в Центре обслуживания населения, здесь оператор. Приходят в стороны, продавец и покупатель с распечатанным договором на руках, показывают оператору ЦОНа. Оператор ЦОНа, соответственно, заходит в базу, проверяет данные этого объекта недвижимости. Есть справка о зарегистрированных правах и на недвижимое имущество. Вообще, это на портале ЕГОВ, по ЭЦП каждый собственник объекта недвижимости получает. У нас тоже есть такой доступ посмотреть, обременена ли квартира, например. Это означает, что он обременением, под обременением понимаем мы, что не арестовано или не заложено в банке. Если без таких обременений, мы уже можем удостовериться, что он, собственно, к этому объекту, удостоверяем под подписью. То есть, а не бывает такого, что могла произойти какая-то ошибка, и вдруг квартира все-таки была перезаложена или еще что-то? Наверное, может, но еще и при регистрации, он же еще поступает к регистратору управления регистрацией. Она может быть в этот день не арестована, а когда в течение трех рабочих дней обрабатывается, она может арест сесть. В этот момент уже регистратор отказывает. После совершения всех этих процедур остается только ждать. На руки получателю выдается договор с пометкой о произведенной регистрации, либо об отказе или приостановлении процедуры. А сколько по времени у нас займет регистрация? И вот вы уже говорили, да, государственная пошлина, сколько составит? Здесь тоже есть два срока. Если нотариус, сформировав, отправил нам на регистрацию заявление, это займет один рабочий день. Это онлайн. А если через ЦОН, три рабочих дня. Ну а теперь следующий этап – прописка. Если постоянная регистрация по месту жительства проводится впервые, необходимо будет обратиться в ЦОН или подать заявку через электронное правительство. Квартира, в общем, у нас в собственности, мы ее получили, теперь нам нужно в ней прописаться. Как это сделать? Ну, здесь тоже два способа. Есть альтернатива через ЦОН или также через портал ИГОП. По ЭЦП заходит, хозяин со своего ЭЦП в объект и прописывает по ИИН, кого хочет. Или же в ЦОН также собственная явка с оригиналом документа приходит, и операторы ЦОН также обслуживают. А вот следующие учреждения необходимо посетить безотлагательно. В противном случае собственникам могут ожидать весьма серьезные неприятности в виде ошибочно начисленных платежей. Да, мы имеем в виду коммунальные предприятия, поэтому нужно поменять в квитанциях данные собственника и количество проживающих. К примеру, в столице все это можно сделать в одном месте. Ну, помимо заключения договоров, очень популярны услуги уменьшения численности проживающих. К примеру, вы приобрели недвижимость, у вас было 5 человек. 5 человек было у прежнего собственника. У вас будет проживать 2-3 человека. Вам, соответственно, нужно подать заявку на уменьшение численности. Это очень популярная услуга, чтобы человек не переплачивал за лишнее количество людей. С 2019 года коммунальные вопросы столичные жители могут решить в одном месте. Центр городских услуг Айхала предоставляет возможность горожанам урегулировать свои жилищно-коммунальные вопросы в режиме онлайн. Мы сейчас находимся в здании Айхала. Я так понимаю, этот центр был создан недавно. Расскажите, чем вы занимаетесь? Цель создания данного центра – это отсутствие коррупционных рисков, снижение административных барьеров, удобство получения услуг в одном месте по принципу одного окна, регламентированные сроки оказания услуг, то есть отсутствие прямых контактов между услугодателем и услугополучателем. Также услуги можно получать и в онлайн-формате с помощью портала www.akala.kz. На сегодняшний день центр оказывает 152 услуги коммунальных и муниципальных служб города Нур-Султан. Вот если раньше граждане вынуждены были обивать пороги разных служб и долго ждать предоставления каждой нужной справки или подключения здания к теплу, электроэнергии и воде, то теперь достаточно обратиться в центр Айхала. Ранее, когда человек покупал недвижимое имущество, это может быть коммерческое помещение, квартира, частный дом, ему нужно было объехать несколько инстанций. Они, как вы знаете, находятся в разных чертах города. ТО «Астана Энергосбит», Суарна, Сыклинсити. И нужно было проехать, сидеть в очередях, то есть брать с собой копии документов, либо же брать оригинал и снимать копии. Сейчас же это можно сделать в одном месте в онлайн-формате. Подать обращение на получение необходимых услуг через портал www.akala.kz можно круглосуточно в любой день недели. Обращение в течение 3-5 рабочих дней. О готовности ответа клиента оповестит СМС-уведомление на мобильный номер телефона. Для получения услуг останчане могут обратиться и во фронт-офис, который работает по принципу одного окна. Вы приходите сюда, если вы собственник, вам необходимо при себе иметь удостоверение личности, договор купли-продажи, техпаспорт. По электронной очереди вы проходите к оператору, он вас консультирует и в дальнейшем отправляет заявки. Регистрирует обращение и отправляет в коммунальную службу. Все документы сканируются, у нас ничего не остается, ни оригинала, ни копии. То есть электронный документ-оборот. Заполняется форма заявления, прикрепляются все документы, проустанавливающие в скан-варианте, и в дальнейшем ответ уже предоставляет каждая коммунальная служба. То есть результат вы получаете от них. Ну и напоследок, все-таки не лишним будет сходить в КСК. Для чего это нужно? Проверить, нет ли долгов. Взять контакты руководителей и аварийные службы. Узнать, какие услуги оказывает компания по договору и что ремонтируется бесплатно. Покупка собственной жилплощади – это, несомненно, радостное событие в жизни каждого человека. Наша редакция советует не затягивать с оформлением вышеописанных договоров, чтобы побыстрее закончить с бумажной волокитой и начать наслаждаться жизнью в своей новой квартире.